В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Проект бюджета муниципалитета на 2023 год был утвержден на 53-м очередном заседании Совета депутатов. Безусловно, сохраняются все важные знаковые меры поддержки для нашего населения. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел встречу с жителями. Одна общая пенсия, а у других другая. Выполняет одну и ту же работу. Работа депутатов на территории, что сделано за минувший год. На Совете депутатов нами было принято решение о выделении денежных средств на заливку плиты бетонной. В здании администрации муниципалитета прошло 53-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня, помимо вопросов, касающихся хозяйственно-финансовой деятельности муниципалитета, был утвержден бюджет округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Подробнее расскажет Максим Козлов. На повестке 53-го очередного заседания Совета депутатов округа стояло 20 вопросов. Народные избранники приняли положение о выявлении самовольно возведенных объектов. Оно позволит эффективнее бороться с незаконными постройками на территории муниципалитета. Председателям комиссии в течение пяти дней со дня поступления информации дается поручение членам комиссии учтить выезд на место. Соответственно, по результатам такого выезда и осмотра территории, секретарь комиссии для отношений каждого осмотренного земельного участка запроса необходимой информации и впоследствии формирует повестку заседания комиссии с ее последующим утверждением председателем комиссии. Также депутаты приняли решение о повышении суммы выплат социально незачащенным категориям граждан с учетом инфляции и поддержки социально ориентированных некоммерческих предприятий. Восемь социально ориентированных некоммерческих организаций. Сумма предусмотрена 1 миллион 415 тысяч на оплату жилищно-коммунальных услуг и иные цели. Сразу четыре вопроса были посвящены разрешениям на установку шлагбаумов во дворах нескольких домов в Видном, ЖК, Усадьба Суханова и микрорайоне Купеленка. Были представлены все необходимые документы. Структурными подразделениями администрации Ленинского городского округа была проведена предварительная оценка этих документов. Они соответствуют положению. Установка ограждений на преддомовой территории будет признана за счет собственных помещений на квартирного дома. Также депутаты приняли решение об установке мемориальной доски на фасаде Видновской школы номер 1 в память о Виталии Кокорине, погибшем в ходе специальной военной операции. Капитан Кокорин Виталий Игоревич является офицером спецподразделения Министерства обороны. Погиб в мае месяце и посмертно награжден орденом мужества. Проживал он в городе Видном и с 1 по 11 класс обучался в школе. Решение было принято единогласно, как и по следующему вопросу о переименовании одного из скверов города Видное. У нас в городе на улице Школьная между домами 27 и 31 совсем недавно рожден сквер. И просим поддержать нас в решении присвоить данному скверу наименование сквер первостроителей. В ходе заседания депутаты утвердили главный финансовый документ Ленинского городского округа, бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. У нас бюджет сохраняет свою социальную ориентированность, безусловно, сохраняются все важные знаковые меры поддержки для нашего населения, социально незащищенных групп населения. Ну и, конечно, мы оставляем некий задел на будущий год для того, чтобы его реализовать. Это знаковые проекты, это ремонт железнодорожного моста у нас на территории, это софинансирование на строительство восьми дошкольных и четырехшкольных учреждений нашего округа, это, конечно, благоустройство Виндовского лесопарка, это водозаборные узлы, в частности, это горки Ленинские, водозаборные узлы номер 8, это благоустройство комплексное наших дворовых территорий. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фитисов регулярно проводит встречи с жителями Ленинского городского округа, в ходе которых обсуждаются многие вопросы. В городе Видное состоялась очередная встреча парламентария с населением, на которой побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Наталья Буслаева. Свой прием депутат Государственной Думы Вячеслав Фитисов начал с вручения благодарственного письма президенту спортивного клуба «Металлург» Валерию Нефантьеву в связи с 50-летием со дня основания мотобольной команды. Далее в приемную был приглашен Евгений Иноземцев. Житель города Видное пожаловался на высокую плату за вывоз мусора в садовом товариществе, где находится его дачный участок. В девять раз переплачивал. На начале как-то думал, что так положено, потом начал разбираться. Позвонил в министерство ЖКХ Московской области. Они сказали, что этого не может быть. Напишите письмо. Написал письмо. Они мне ответили, как надо правильно рассчитывать коммунальную оплату за вывоз ТКО. Получилось 55 рублей 48 копеек. С тех пор я четыре года начинаю ходить по всяким инстанциям, по организациям. И ничего пока не получилось. На приеме присутствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, который пообещал разобраться в этом вопросе. Позову сотрудников ЖКХ, потому что вот та ситуация, она типичная. И наоборот, мы с ней даже в какой-то степени боремся, потому что понимаем, что... Он ее в девять же раз переплачивает, а? Давайте разберемся. Супруги Александра и Оксана Гусак обратились к депутату с проблемой несоответствия регионального и федерального законодательств в части досрочного выхода на пенсию спасателей МЧС. Сотрудники федеральной противопожарной службы выходят на заслуженный отдых при выслуге 20 лет и более, а у областных нет права на досрочное назначение трудовой пенсии. У одних одна общая пенсия, у других другая. И выполнять одну и ту же работу. Поэтому я пообещал, что в ближайшее время отправим депутатский запрос до министра и выясню, что происходит в Госдуме в этом плане, насколько эта тема была уже озвучена. Встреча депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова с жителями муниципалитета прошла в рамках декады приемов граждан Единой России, приуроченные к 21-летию партии. Наталья Буслава, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Депутаты муниципального совета подводят итоги своей работы за 2022 год. Какие положительные изменения произошли на территориях избирательных округов 1 и 2, расскажем в нашем следующем сюжете. Избирательная округа 1 и 2 Ленинского городского округа довольно непростые. Тут тебе и множество новостроек, и частная застройка, и СНТ. Как и в любых новых микрорайонах, есть некоторые проблемы с инфраструктурой и ее доступностью. К тому же в апреле этого года первый избирательный округ остался без депутата. Вплоть до осени его курировала Наталья Литвинова, народный избранник по второму округу. Пока в сентябре в должность не вступил Евгений Усков. Тем не менее, за 2022 год было сделано немало. Одно из самых главных достижений – долгожданный старт строительства пожарного депо у Симферопольского шоссе, которое будет обслуживать около 200 тысяч местных жителей. Писали письмо, обращались к депутату Государственной Думы. Активные жители микрорайона писали коллективное письмо. Нам удовлетворили. Земля была передана от застройщика в муниципалитет наш, в администрацию Ленинского городского округа. Далее на Совете депутатов нами было принято решение о выделении денежных средств на заливку плиты бетонной. Депутат Совета депутатов по Дражино, по Лопатина, по Бутова парк курирует данный вопрос, потому что он достаточно актуален для жителей этих микрорайонов. Ближайшее пожарное депо, которое обслуживает эти микрорайоны, это 28-е, в городе Видно. На сегодняшний момент подготовлена уже площадка и плита залита. К коммуникации все договоры подписаны, ожидают подключения. Само депо будет возведено за счет средств областного бюджета в рамках программы «Безопасность Подмосковья». Пожарное депо на 6 машин выездов, полноценное большое депо. Будет и автолестница здесь нести дежурство, и два отделения в расчете. Порядка 65 человек подразделения. Не менее важная проблема – образование. В конце лета в микрорайоне Бутова парк 2 был открыт третий корпус детского сада «Город детства» на 325 мест. Продолжается строительство двух школ на 1100 и 825 мест. Одну из них возводит застройщик, другую финансирует Московская область по госпрограмме строительства объектов социальной инфраструктуры. Также 15 декабря по просьбам местных жителей возле Бутовской школы номер 2 откроется долгожданный большой каток. «Современная ледовая площадка уже уложена, айсматы специальные. Здесь предполагаются раздевалки теплые, прокат коньков, место для хранения специальной машины, которая будет за этим ледом ухаживать. Ну и все благоустройство, которое требуется для катка вокруг». Были решены и некоторые транспортные проблемы. К примеру, летом открыли прямой выезд с нового шоссе на Варшавское для общественного транспорта, что позволило существенно разгрузить дороги. В Ленинском городском округе отмечается некоторое увеличение числа заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19, что на 37 больше, чем на предыдущей неделе. Также стало больше болеющих ОРВИ. Это и дети, и взрослые. Высокая температура, которая держится по несколько дней, кашель, боль в горле. Такие симптомы отмечают обратившиеся к врачам. Доктора напоминают, что в период распространенности вирусных инфекций следует принимать витамин С, меньше находиться в местах массового скопления людей, а больше гулять, носить медицинские маски. Если все же заболели, медики предлагают следующую инструкцию. Что нужно делать, если вы почувствовали недомогание? При температуре до 38,5 градусов обращаться в кабинеты неотложной медицинской помощи при поликлиниках и амбулаториях. Здесь вам проведут тест на коронавирус и назначат лечение. При температурных показателях от 38,5 до 39 градусов вызывать врача на дом. Не нужно дублировать свои вызовы, это тормозит работу медперсонала. При температуре выше 39 градусов вызывать скорую помощь. Напоминаем, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по сезонным заболеваниям возросло количество вызовов врачей на дом. Поэтому первичные вызовы обслуживаются в течение 24 часов, неотложные – в день вызова. Медики Видновской районной клинической больницы прилагают все усилия для оказания своевременной и качественной медицинской помощи населению. Берегите себя и будьте здоровы! И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова